Эти дети не только хорошо учатся и проявляют себя в различных науках, но и пробуют себя в творчестве. Каждый номер – целая история. Вот перед нами не копия «Османия» и его «Миллион алых роз», а вот песни и танцы с национальным колоритом. В этом море красок и культур можно и потеряться. Пока одни ждут своей очереди перед сценой, другие уже там. Вот перед зрителями оживают сцены из древнегреческих мифов. Здесь и Олимпийские игры, и лавровые венки, и архитектура. Сегодня номера только лучших из лучших победителей фестиваля. Путешествия по всему миру при этом не двигаясь со своего места. Перед зрителями оживают различные сюжеты. Из древней Греции прямиком в Поднебесную. Родину чая, фейерверков и бумаги. Изящные движения в национальном платье Ципао. Кажется, участницы могут парить над сценой, вопреки законам гравитации. Этот галоконцерт – финальная часть фестиваля, который длился в лице несколько дней. Легкости и синхронности, признается Амина Арчакова, они добивались не один день. Каждый пытался выложиться на максимум, ведь на кону было имя всего девятого класса. Некоторые преодолевают страх на сцене, показывают, насколько они талантливы в танцах, в пении, в инструментальном исполнении. Сам китайский танец, он очень такой нежный, очень красивый танец сам по себе. Конечно, трудно, но мы очень все постарались его выучить и очень трудились. География фестиваля многообразная. Не только зарубежья, но и многонациональная Россия. С ее полисом холодов, вечной мерзлотой Якутии и многоликим гостеприимным Кавказом. Нам по жеребевке досталась республика Карачаева-Черкесия. Я про эту страну услышала впервые. Мы много чего узнали. Мы представляли танец, хорное пение, по которому получили первые места инструментальное представление и сольное пение. Каждый год организаторы стараются привнести в фестиваль что-то новое. К примеру, в этом году они решили провести жеребьевку. А значит, конкурсанты до последнего не знали, чей народ или культуру они будут представлять. Пройти мимо многовековой культуры индушей на этом фестивале точно не смогли бы. Честь представлять нашу республику досталась четвероклассникам. Хоть они и учатся в начальных классах, но прекрасно понимали, какая ответственность легла на их детские плечи. Наш танец – это ингурский древне-аланский танец «Самагаз». Мы его очень долго репетировали, пытались танцевать еще и еще лучше. И нам говорили, что мы обязательно получим первое место. Это в нас селяло уверенность. И мы выступили, я надеюсь, на 100%. Фестиваль «Лицейская весна» успел стать традиционным. В таком необычном формате школьники учатся не только толерантному отношению к другим культурам и национальностям, но и раскрываются творчески. Несмотря на то, что мы соревновались с другими классами, мы из-за них болели, тоже хотели, чтобы у них были первые места. Конечно, не всегда у нас были первые. Бывало и второе, что бывает. Фестиваль – это развитие творческих способностей, это выявление талантов. Вы знаете, в ходе подготовки, в ходе проведения этого фестиваля мы обнаружили у детей, которые как-то так вот на уроках не очень яркие, не очень заметны, такие особенности, такие таланты, о которых мы даже и не подозревали и не ожидали увидеть. Этот фестиваль подходит к концу, чтобы дать старт новому уже в следующем году. А пока впереди у ребят учебные будни с массой положительных эмоций от лицейской весны. Тамара Кшагульгова, Джамалейл Томасханов, Новости 24.